Приветствую вас на своем канале, где я рассказываю о своих путешествиях по стране фараонов. Сейчас мы посетим карьер, где было добыто очень много камня для египетских строений самых разных эпох. Джебель Эль-Сил-Сила – скалистое место между городами Комомбо и Этфу, сквозь которые несет свои воды Нил. Высокие скалы подходят прямо к краю реки. Здесь находится древнеегипетский каменный карьер, территория которого около 200 гектар, откуда древние строители добывали песчаник для строительства храмов. Название Джебель Эль-Сил-Сила имеет свою древнюю историю. В этом месте Нил преодолевал ряд опасных для навигации порогов, что образовывало препятствия для судоходства между районами Элефантина и Этфу. В эпоху фараонов данная местность была известна как Хенну, что в переводе означает «место гребли». На западном берегу находится высокая скала, носящая имя Шпиль. Согласно древней легенде, именно в этом месте с восточного на западный берег Нила когда-то была переброшена цепь. Сил-Сила на арабском языке, так она называется. Эта легенда нашла свое отражение в картине датского военно-морского капитана и исследователя Фредерика Нардена в его работе «Путешествие из Египта в Нубию в конце XVIII века». Крутые песчаные скалы западного берега изобилуют древними граффити, святилищами и стеллами. Со времен XVIII династии путешественники завели обычай вырезать небольшие святилища в скалах, места поклонения различным нильским богам, ответственным за разлив Нила, плодородные земли и урожай. На сегодняшний день насчитывается более 30 вырубленных в камне часов. Большинство из них вырезаны бригадами каменотесов и скульпторов Тутмоса I, Хаджипсут, Тутмоса III, прежде чем Харимхеп, последний фараон XVIII династий, высек в скальной породе храм, посвященный Амон-Ура и другим божествам, покровительствующим Нилу. В эпоху XIX династий стыла на скалах высекали Рамзес II, Мерниптах, Сети II, Рамзес III и другие фараоны. Песчаниковые скалы по обе стороны Нилы являлись источником ценного строительного материала, необходимого для возведения монументальных сооружений во времена XVIII династий в Нижнем и Верхнем Египте. Среди этих сооружений широко известны колоннада Аминхотепа III в Луксорском храме, храм Аминхотепа IV в Карнаке, Рамзесеум, Меденет-Абу. Вероятной причиной смены материала известняканных песчаник могло быть истощение известняковых карьеров в окрестностях Гебелейна. Количество камня, добытого в карьерах Сил-Силы, в эпоху фараонов оценивается в 8 миллионов тонн. История исследований Джебель-Эль-Сил-Силы начинается с 1829 года, когда экспедиция Шампальона и расселения провела несколько дней на западном берегу Нилы, описывая памятники эпохи Рамисидов. Позже эта местность исследовалась и описывалась такими востоковедами, как Лепсиус, Питри, Гриффит, Сейс, Морган и другими. Сейчас эта археологическая зона, занимающая площадь около 200 гектар, изучается эпиграфическим исследовательским проектом Лунского университета из Швеции, а находки публикуются на официальной страничке проекта. Два года тому назад, близ Каменоломен, ими была обнаружена коллективная гробница, но исследования и раскопки оказались очень сложными и мучительными. К двум погребальным камерам, расположенным на глубине 5 метров, ведет вертикальная шахта, а сами камеры затоплены грунтовыми вводами. Внутри этих помещений высокий уровень илистой воды с обломками погребальной утвари и саркофагов, разрозненные кости разложившихся мумий, полсотни людей, работников каменоломий, со следами многочисленных травм, полученных при добыче камня. Помимо рабочих, здесь были погребены их семьи. Несмотря на ужасное состояние найденного, это первая гробница в Джабель-Эль-Сельсилии, которая не была полностью разграблена в древности. Из-за обилия грунтовых вод работы продолжаются очень медленно. Территория карьера, которую мы посетили, небольшая, а большая часть закрыта для посещения, и здесь до сих пор ведутся археологические работы. К сожалению, в карьере до сих пор продолжают незаконно добывать камень. А для путешествия из Асуана в карьер мы оформили разрешение. И вот ранним утром на лодке мы направились на север, созерцая прекрасные речные виды. По пути капитан нашего судна сводил нас к себе домой, и мы посмотрели, как живут в глубинке обычные египтяне. Мы остановились, чтобы посмотреть руины величественного храма на ответственном восточном берегу в Камомбо, который посвящен двум богам – Сибеку с крокодилией головой и Великому гору с головой сокола. В храме почитались не только они, но и множество других богов. Один из наиболее живописных археологических ансамблей Египта, который был окружен стеной из сырцового кирпича, был раскопан и частично восстановлен египетской службой древности под руководством Жака де Моргана в конце XIX века. На территории храма находилась хитроумная система колодцев и бассейнов. И, возможно, в одном из них выращивали крокодилов, которых здесь особо почитали. Мы осмотрели храм и музей крокодилов и снова двинулись на север. Проплыв еще какое-то время, оказались у каменистых берегов карьера. Сначала посетили святилище известного фараона Харимхеба, последнего из XVIII династий, который он высек в скальной породе. Храм, посвященный Амон-Ура и другим божествам, включает в себя фасад из пяти дверных проемов, разделенных колоннами различной ширины. Все стены сооружения покрыты рельефами и надписями различной степени сохранности. Сам Харимхеб не дожил до завершения строительства храма. Оно было закончено последующими царями и знатью, которые украшали стены храма уже собственными стелами и барельефами. Карьер Джебель Эль Сил Сила изобилует следами, которые были оставлены после вырубки блоков. В некоторых местах мы видим недовырубленные блоки, которые так и остались под солнцем, вместо того, чтобы находиться в кладке какого-нибудь известного храма. КОНЕЦ КОНЕЦ Эти причудливые коридоры и помещения появились в результате непрекращающейся добычи камня в древности, где на их стенах мы можем увидеть самые разнообразные следы от работы. КОНЕЦ Может, именно отсюда был добыт камень для изготовления царских колоссов Эхнатона из его фиманских святилищ или для строительства гипостиля храма Омона в Карнаке и перистильных дворов Луксорского храма. Судя по следам, блоки вырубались преимущественно кирками. Любители бетонных теорий обходят стороной такие карьеры, а следы кирок и прочих инструментов в других местах выдаются ими за следы опалубок. И если принять их бетонную версию, то получается весь карьер отлили с бетона с помощью опалубки. И кто-то в это верит. А здесь можно было бы бродить часами, но время пролетело очень быстро. И перед тем, как отправиться в обратную дорогу, мы искупались в прохладных водах Нила. И ничем не заболели. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и погружайтесь в мир Древнего Египта с моей музыкой. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok